В конце прошлой недели Чердоклинский район оказался в опасности. Всему виной большой пожар, вспыхнувший в местном лесхозе. Из-за сильного ветра появилась угроза распространения огня в сторону ближайших населенных пунктов. Такой оказалась легенда учений ульяновских спасателей. На место условной ЧАЭС экстренно выехали силы оперативного реагирования. Население было эвакуировано и развернуты пункты временного размещения. К ликвидации последствий условного пожара были привлечены более 100 человек личного состава и свыше 30 единиц техники. Данное учение проводится у нас под бигидой регионального центра для тренировки, как всех зрений ПРСЧС Ульяновской области, для тренировки личного состава аэромобильной группировки, которые при ликвидации ЧАЭС, так с природного, так и с мостогенового пожара, выезжают в количестве 100 человек и 10 единиц техники для ликвидации данных человек. От практики перешли к теории. В этом же районе сотрудники МЧС провели противопожарный рейд. Спасательный десант из 30 человек по 10 групп высадился сразу в нескольких населенных пунктах. С начала года в регионе произошло 230 пожаров, причем наблюдается увеличение количества погибших. Произошедшие пожары унесли жизни 34 человек, в том числе 4 детей. Наиболее неблагополучная пожарная обстановка сложилась именно в Чердоклинском районе, где зарегистрировано 15 пожаров. Всего было охвачено около 200 человек, посмотрены места проживания. Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также лицам, склонным к злоупотреблению спиртными напитками. Сотрудники обращали внимание жителей на неправильное устройство и эксплуатацию печей, состояние электропроводки. Подробную консультацию для населения спасатели провели на сходах граждан. Там сотрудники МЧС напомнили требования пожарной безопасности и ответили на все интересующие вопросы. «Скажите нам, пожалуйста, как пожарную охрану позвонить?» «Да я не знаю». «Вот видите, не знаете. А мы вам сейчас расскажем. И вам тоже расскажем, девушки, как позвонить пожарную охрану. Чтобы позвонить пожарную охрану с уртого телефона, необходимо набрать номер 101». Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.